всем привет дорогие друзья из солнечной алани и анталии всем привет как вы думаете где мы находимся никогда не догадайтесь а мы находимся белике и сейчас едем на пляж в этом году на моем канале выйдет очень много разных видео с пляжей белика анталии кимера потому что хочется исследовать эти пляжи и о пляжах алани у меня на канале очень много видео поэтому в этом году мы ездим по другим пляжам июнь месяц сегодня у нас 26 июня и в этом году мы первый раз едем на пляж по разным причинам локдауна работы и так далее но кстати что касается локдауна в это воскресенье последний комендантский час и теперь у нас будет два полноценных выходных то есть мы сможем ездить на разные пляжи два раза в неделю в субботу и воскресенье поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх сегодня нас ждет очень увлекательное путешествие потому что белике просто потрясающие пляжи здесь очень классные пятизвездочные отели гольф-клубы куда мы с вами тоже обязательно всходим а сейчас едем на пляж наконец-то купаться вот так вот выглядит дорога до отелей и до пляжа кстати именно здесь расположены знаменитые отели и один из них это отель the land of legends где проходят потрясающий шоу вечером не знаю есть они сейчас или нет но узнаем и тоже обязательно туда сходим погода стоит жаркая сколько градусов не знаю на солнце наверно все 40 точно есть поэтому наслаждаемся летним жарким днем если говорить пока мы едем об ограничениях которые есть турции вы все прекрасно знаете что турцию открыли для российских туристов 22 июня и меня спрашивали в комментариях есть ли туристы до того как стали прилетать российские туристы по турпутевкам туристы здесь были из украины из казахстана из белоруссии из других стран но конечно же массово также были российские туристы но массово туристы из россии стали прилетать именно после 22 июня и представляете каждый день около 10 тысяч человек прилетает на отдых в анталью сейчас смотрю куда нам повернуть едем первый раз на пляж и в день садится ну порядка 40 самолетов чартеров и регулярных рейсов из россии представляете это просто огромное количество человек поэтому действительно сезон начался туристов много и лето-лето у нас началось что касается комендантских часов и ограничений ношение масок сохраняется до 1 июля комендантские часы с 10 вечера до 5 утра и по воскресеньям после 1 июня комендантский час воскресенье отменяется в общем мы уже подъезжаем парку талент увлечься сейчас вам покажу вот он знаменитый отель там потрясающие аквапарк сам отель тематический очень классный и мы были и на новогодних представлениях и ездили просто так насладиться атмосферой смотрите в описании к этому видео ссылки ну а издалека вот вы видите и дельфинарий там есть и различные развлечения для взрослых детей большое количество ресторанов общем очень очень классный отель любой может посетить этот отель там есть шопинг зона так называемая улица с разными магазинами вот она начинается вот отсюда и идет по всей длине здесь проходят многочисленные концерты ну в общем вот вы видите какие марки представлены в общем очень очень классное место можно целый день здесь провести очень хочу в этом году съездить в аквапарк и конечно же на шопинг потому что там продаются именно те марки которые я хочу посмотреть ну а вот он сам отель одно из главных зданий самого отеля напишите в комментариях были ли вы в этом отеле или нет все друзья мы поворачиваем сторону поворачиваем налево сторону сторону пляжа здесь помимо того что классные пляжи здесь очень зеленая территория и как я уже говорила большое количество гольф курсов гольф полей вот они как раз находятся вот за этими деревьями разных отелей профессиональный полупрофессиональный можно кстати также можно кстати также для тех кто хочет с нуля научиться играть в гольф я уже смотрела расценки минимальная цена на гольф курсе от 60 евро в час очень хочу попробовать это одна из моих целей в этом году хотя бы понять нравится мне гольф или нет но очень хочу прям погрузиться в эту новую для себя тему поэтому в этом году этим летом у нас будет очень много приключений сейчас мы как раз проезжаем территорию где расположены гольф поля вот вы видите вдалеке за этими деревьями все основные пятизвездочные отели и после вот этой вот зеленой территории и расположен вход на общественный пляж решили мы съездить на общественный пляж посмотреть как там все устроено ну что друзья мы приехали на пляж муниципальный здесь вот такая вот большая парковка проверяют все машины на въезде и несмотря на то что суббота середина дня место для парковки очень очень много все классно организовано от парковки до пляжа идти где-то метров 20 посмотрите как здесь все классно устроено есть зеленая территория вот это вот туалеты надывные разные батуты сегодня немножко ветрено кафе и попадаем вместе с вами на пляж вижу зонтики можно приходить со своими зонтиками это муниципальный пляж первый раз мы здесь с вами поэтому сейчас все узнаем кстати зонтик мы тоже взяли потому что не любим сидеть на шезлонгах а любим любим на песке вот видите шезлонг шезлонг стоит 10 лир кто хочет шезлонги могут сидеть под навесами на шезлонга кстати будем иметь ввиду шезлонги стоят на приличном расстоянии друг от друга а кто шезлонг не хочет тот идет вот сюда и все кто пришел со своими зонтиками находится вот здесь ой слушайте посмотрите как классно супер мне нравится сейчас мы тоже вот расположимся и видите здесь тоже есть переодевалки прям на берегу и вижу душ все очень классно супер мега обустроено мне очень нравится народа много ног не страшно я уже искупалась сейчас прогуляемся с вами по пляжу кстати мы все-таки перешли на лежаки и как я вам уже говоря лежаки стоит всего 10 лет здесь есть переодевалки и душ но самое главное покажу вам какой здесь вход как вы видите песок здесь вот такой вот достаточно мелкий очень мелкий с вкраплениями камней и вход очень очень плавный нет ни плит ни камней и можно плавно идти и вода очень очень прозрачная классно сейчас покажу вам вот здесь на берегу видите тоже есть такие вот что-то типа мелкой гальки но совсем немного и ход в море как вы видите вот такой вот очень плавный и дно тоже прозрачная нет ни камней не водоросли ничего и длинная-длинная береговая линия пляж сразу говорю пляж очень-очень мне понравился не хочу снимать близко людей чтобы никого не смущать сейчас прогуляемся с вами по территории которая здесь и здесь есть пляжный бар детские горки в общем очень все классно оборудовано и устроено как вы видите рядом с пляжем есть вот такая вот зеленая территория здесь стоят столы для пикника тоже их можно взять и есть мороженое кафе кстати к приносит меню можно заказать напитки разные блюда и вот здесь тоже большое кафе и как я вам говорила раньше вот такая вот зона с батутами не знаю работают они или нет на одном из пляжей на которые мы поедем в следующий раз такие батуты прям в море до батуты как я вижу работают сидит девочка которая скорее всего берет плату за вход и можно детишкам тоже развеешься на этих батутах попрыгать вот такие вот хорошо обустроенные туалеты и большая большая парковка то есть проблем с тем чтобы приехать и удобно припарковаться тоже нет в общем вот такая вот зеленая территория муниципального пляжа а дальше в той стороне уже начинаются отельные пляжи и гольф поля сколько баллов поставим этому пляжу не знаю но точно могу сказать что мне понравилось люблю пространство простор зеленые территории которые к пляжу прилегают и чтобы было чисто а здесь чисто ну что друзья мы уже уходим с пляжа кстати этот пляж похож знаете на какой пляж на энджикум на овса ларвала не очень похож если говорить о входе в воду вы уже видели все очень классно с детьми можно ну в общем пляжу этому ставим отличный бал балл и в следующий раз поедем на какой-то другой пляж в общем будем в этом году исследовать как я уже сказала на моем канале кстати очень много видео с разных мест турции мы были в прошлом году в бодруме в мармарите в каше в общем во всех самых крутых местах и к сожалению в анталье мы были не на всех пляжах в белике мы не были я была давно давно лет десять назад а вот с их она вместе мы еще не были поэтому будем в этом году ездить и в кемер и в белик и в седе в общем объездим все пляжи и обязательно покажем вам поэтому обязательно подписывайтесь в описании к этому видео оставлю ссылки на разные видео с разных пляжей и выбирайте смотрите обязательно пишите в комментариях какой пляж любите вы и куда в этом году поедете отдыхать мы уже выехали с пляжа и сейчас едем по той же дороге мимо гольф полей хотела также у вас спросить если кто-то занимается гольфом кто-то играет в гольф напишите обязательно почему как в общем где и играли ли вы в гольф когда-нибудь в турции кстати здесь прям рядом расположен центр гелика и по вот таким вот арка можно понять где вот есть центр города здесь расположено большое количество магазинов кафе магазинчиков ну и конечно же входит общественный транспорт очень много больших магазинов марок марок ну и очень зелено прям 8 поэтому напишите в комментариях были ли вы когда-то в белике нравится ли вам здесь хотите ли вы еще раз сюда приехать где вы здесь отдыхали и как я уже сказала где будете отдыхать в этом году в общем море прям так сильно расслабило куда мы поедем следующий раз не знаю скорее всего на пляж лара в анталии потому что там мы тоже еще не были напишите также в комментариях какие пляжи вы хотите посмотреть мы обязательно туда съездим ну а на сегодня я думаю что мы с вами прощаемся едем обратно и подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх обязательно подписывайтесь ну и приезжайте в солнечную аланье всем всего хорошего пока 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 а Продолжение следует...